В эфире Панорама. Главные новости Приморья в репортажах корреспондентов ОТВ. В студии Алена Лазарева. Здравствуйте. В этом выпуске. Помощь окажут всем. В пострадавшем от ливней Хасанском округе к местным жителям и туристам приходит необходимая поддержка. Ситуация в Артеме. Жители Приморского города сплотились и помогают не только друг другу, но и животным. Возможности для роста. Как работает масштабный федеральный проект в Приморском крае. В горы за мечтой приморская спортсменка, покорив швейцарские Альпы, вернулась домой с победой. Еще в шести приморских муниципалитетах введен режим ЧС регионального характера из-за проливных дождей. Соответствующее постановление подписал губернатор Олег Кожемяка. Режим чрезвычайной ситуации распространился на Артем, Владивосток, Ольгинский, Лазовский, Шкотовский, партизанский муниципальные округа. Также в ближайшее время этот список дополнит и Хасанский округ. Границы ЧС скорректированы в связи с продолжающимися дождями и наводнениями. Ранее региональный ЧС был введен на территориях Уссурийского, Лесозаводского городских округов, городского округа Спасгдальний, Анучинского, Красноармейского, Октябрьского, Пограничного, Харольского, Черниговского, Чугуевского, Яковлевского муниципальных округов, Дальнереченского, Михайловского, Надеждинского, Спасского муниципальных районов. Резкий сброс воды на дамбе Пуциловки заставил жителей эвакуироваться. Вода в населенный пункт еще не пошла, но, по непроверенной информации, потоками смыла стену берега укрепления. Спасатели и власти округа работают на опережение. Оповестили жителей сиренами и дали инструкцию для дальнейших действий. Пока опасность не миновала, жители укрылись на втором этаже школы в здании зернохранилища. В Уссурийском городском округе на дорогах остаются размытия, сохраняются переливы. Специалисты дорожной службы просят жителей округа по возможности ограничить поездки в направлении села Борисовка. Угроза прорыва дамбе. Выпускаем животных, собираем документы и уходим на возвышенности. Слишком много воды пришло в Хасанский округ во время последнего циклона. Ни местные жители, ни туристы не планировали так закончить летний сезон. На помощь людям пришли все оперативные службы и даже Тихоокеанский флот. Еще недавно такие розы у дома радовали Наталью из Славянки. В этом году цветы особенно хороши. Но пришедший 29 августа тайфун Лан оставил женщину без розовых кустов. Заодно стащил часть грунта и подтопил территорию. Обвал произошел. Ливень, ливень. В окна выглядываю. От окна к окну целый день и целый вечер. Потом смотрю, вот здесь мутная вода побежала. Думаю, откуда? Мутная, прям вот коричневая. Заглянула вот в это маленькое окошко, увидела вот этот обвал. Как передают наши коллеги со славянского телевидения, которые работают на затопленных и отрезанных от большой земли территориях, в Хасанском округе такая беда у многих. Вода начала стремительно пребывать ночью. К подтоплению, конечно, готовились. По возможности убирали домашних животных в безопасные места. Документы и ценные вещи поднимали повыше. Но воды пришло слишком много. Технику выгнал. Там остался. Ещё больше я назад не смог вернуться. Успал он в машине. Мы ожидали. Мы всегда ожидаем. Но не ожидали, что вот именно такой будет. Вот такой страшный. Житель села Ромашка рассказывает, нахлынувшая вода почти закрыла окна первого этажа его дома. Супруга, дочка и внуки пережидали самый пик на втором этаже. Мебель и техника внизу, конечно, испорчены. Хозяйство спасли. Уплыл только один поросёнок. Но вот ещё ничего. У соседей и вовсе унесло летнюю кухню, говорит приморец. Пока семья ожидает полного спада, потихоньку разгребают завалы. Что осталось, спасаем. Что мы? А тут передают опять 5 или 6 числа. Что я планирую? Поехал, вот продуктов взял в славянке. В Хасанском округе в заложниках у стихии оказались и туристы. Многие не покинули прибрежную территорию даже после предупреждения МЧС. Утром 31 августа в пострадавший район по просьбе губернатора Приморья Олега Кожемяка направился отряд Тихоокеанского флота. Попасть в Владивосток. Сейчас мы договариваемся с Министерством обороны, с тем, чтобы выделить сюда БДК. По информации ТУФ, людей и машины начнут эвакуировать во второй половине дня из порта Зарубина. Основную часть перевезёт большой десантный корабль Николай Вилков. Погрузка пассажиров и транспорта начнётся во второй половине четверга. Пока же небольшими группами их сводят в Зарубина, откуда и начнётся эвакуация. Специалисты продолжают работать в Хасанском округе. Мы остаёмся здесь. Здесь работает тоже в том числе лова в районе. Исходя из сложившейся ситуации, будем определять дальнейший характер оказания помощи пострадавшему населению также в объёмах по восстановлению дорог. К обеду четверга на восстановление электроснабжения в сёлах округа задействовано 10 бригад. Несмотря на отсутствие проездов в муниципалитете, часть потребителей удалось обеспечить электричеством. Дорожники продолжают восстанавливать мосты и дороги. Глава региона лично руководит процессом ликвидации последствий и отправки людей во Владивосток. Ирина Бачанцева, Виктория Беляева и Владислав Евдокимов. Панорама. Несмотря на сложное положение в Хасанском округе, собравшиеся для эвакуации люди не унывают и терпеливо ждут в Зарубино своей очереди на выезд. Виктория Беляева и Владислав Евдокимов. Накормили нас и кашкой, и чаем напоили. Что нам ещё нужно? Господи. Да сейчас подойдут, что там подойдёт, и нас отвезут в Владивосток, и всё, только на поезд сесть. А вы с Велостока? Я считаю, что это очень. Я сковаровская. И как домой? Я считаю, что очень хорошо. Ну, как на поезде. Нам уже фирма наша отзвонила и сказала, что всё будет хорошо. Вчера в 9 вечера мы уже накручивались здесь, в палатках. Соседи поделились с нами палаткой. Мы можем удалённо доказать билеты. А вот это... Уважаемые... Уважаемые... Давай, давай. Сейчас, сейчас. Поро. А вот это... Буквально недавно стало известно, что в Зарубино началась посадка пассажиров и загрузка транспортных средств на большой десантный корабль Николая Вилков. Планируется, что поздно вечером, 31 августа, корабль Тихоокеанского флота с эвакуированными людьми на борту прибудет во Владивосток. Барабаш получил гуманитарную помощь из приморской столицы. Людям доставляют всё самое необходимое. А после оценки ущерба пострадавшие получат выплаты. Об этом заявил глава региона, который лично контролирует ситуацию. Сюда будем жить. И спать будете тоже себя. Всё хорошо. На ремонт где? Дети, двое. Два матраса? Два матраса. Матраса, подушки и постельная не возвращаем. Хлеб, тушёнка, сгущёнка, вода, сухие пайки, постельное бельё, одеяло, подушки и матрасы. Так выглядит гуманитарная помощь, которая только вчера выехала из Владивостока, а уже сегодня её раздают жителям пострадавшего от наводнения села Барабаш. Пункты раздачи гуманитарной помощи открыли в пожарной части. Пришли за гуманитарной помощью. У нас двое детей, но затопило как раз полочки с продуктами, понятно, что кровать. Ну, всё самое необходимое питание. Сейчас это всё будем вымывать, сушить, как-то же надо дальше жить, на чём-то спать, что-то есть. Пока на первое время очень нужное и необходимое. Спасибо большое за это. Также из Владивостока и Артёма уже выехали дополнительные административные комиссии, чтобы максимально быстро оценить ущерб, нанесённый паводком имуществу граждан. Они сейчас начнут работать о оценке ущерба, проходить по домам, составлять акты, сразу смотреть там и по ремонту. В соответствии с этим за два дня они охватят максимальное количество тех пострадавших домовладений, которые были затоплены. По словам губернатора края, выплаты получат все пострадавшие, а спасатели окажут помощь в наведении порядка в домах и вывозе мусора. Мария Пермина, Панорама. Режим чрезвычайной ситуации действует и в Артёме. Там люди сплотились и помогают не только друг другу, но и спасают животных. Подробности в репортаже Марии Перминой. Сегодня ещё в шести приморских муниципалитетах ввели режим ЧС регионального характера из-за проливных дождей. Постановление подписал губернатор края Олег Кожемяка. Режим чрезвычайной ситуации распространился и на Артём. Жители его пригорода не могут оправиться от последствий первого циклона ещё в начале августа. Здесь реки напитались водой, вышли из берегов и посёлки начали тонуть. Причём не сразу. По словам местных жителей, такого они ещё не видели. И то, что произошло, абсолютный рекорд. Тогда эта семья, пробираясь сквозь потоки по пояс в воде, осматривала, что стало с их домом. Не знаю, ну дом у меня поднятый был. Но сейчас не знаю, наверное, дом затопило. То есть двор это полностью, 100%. Я был затоплен, сын видео сбрасывал. А дом был как бы повыше, но сейчас это дом затопило. Вода прибыла. Прибыла. Я когда заходила домой, у нас где-то было вот так мне. Сейчас надо больше. К этой семье вода в дом не зашла. Повезло. Если так можно сказать. Заходите. Нет води в доме? Нет. Заходите. У вас ещё немножко, ещё сантиметров. Пять, десять и всё. И вода зайдёт в дом. Но больше всех в дачном посёлке переживали за этих соседей. Их дом просто сорвало с фундамента. Дома сорвало. А это домик, да? Вот у них плавает. Кошмар. И из всей улицы здесь остался лишь маленький клочок незатопленной земли. Вот загнали. Всё, смотрите, да. Можно сказать. Ну и вообще. Последний раз здесь после тайфуна Джуди такое было. Это 92-й год, по-моему. Там более-менее хоть и всё. И она прибывает, она не уходит. Вот в чём-то суть. Нормально? Да. Да. Ну, знаете, петуки поют на втором этаже. Люди переживают друг за друга. Вместе жили, вместе подсчитывают убытки. Вот то, что выжили. Всё, очень много погибло птицы. Там трупов 20 штук было. Там, ну, так, птицы тоже погибли. Ну, несмотря на большую беду, жители посёлка стали единым целым. Помогают друг другу, заботятся и о животных. Щитоморничек, которого мы спасали сперва. Хотели его убрать с нашего участка. Но он как благополучно решил у нас находиться. Потому что видят люди хорошие, спасают. Так он же ядовитый, вы не боитесь? А что бояться? Сейчас мы все сплочённые в одно единое. То есть мегапитающие, насекомые. Даже птицы, вот ласточки у нас, смотрят на ядовитую змею. И понимают, что не надо его пугать. Когда сойдёт вода, здесь начнут работать специальные комиссии, чтобы установить размер причинённого ущерба. Напомним, пострадавшие граждане, проживающие на территориях, входящих в границы ЧАЭС, имеют право на выплаты от 10 до 100 тысяч рублей в зависимости от ущерба, нанесённого имуществу. Документы на получение помощи необходимо подать через портал госуслуг, в пунктах временного размещения или в МФЦ. Мария Пермина, Панорама. Возможности для роста. Как работает масштабный федеральный проект в Приморском крае. В горы за мечтой приморская спортсменка, покорив швейцарские Альпы, вернулась домой с победой. Пройти переподготовку, повысить квалификацию или получить новое образование. О том, как работает масштабный федеральный проект содействия занятости в Приморском крае, смотрите далее. Ольга Поспилова, менеджер по продажам, молодая мама, а ещё вчерашний студент. Когда знакомые рассказали, что можно получить дополнительное образование в рамках федерального проекта содействия занятости, сразу же подала документы в приморский филиал «Ранхикс». За несколько месяцев прошло обучение по программе 1С, предназначенной для автоматизации предприятий. Затронули бухгалтерию, отдел кадров, продажи, списание внутри организации. То есть преподаватель нам очень доступно, хорошо всё объяснял. Ну и в дальнейшем планирую, когда пойду работать, то есть воспользоваться опять же этой программой. Масштабный федеральный проект содействия и занятости нацпроекта «Демография» в России работает третий год. Программа осуществляется при поддержке Министерства труда и Рост труда. Одним из операторов является Российская академия народного хозяйства и государственная служба при президенте Российской Федерации. Преподаватели занимаются со студентами в очно-заочной форме. Находимся с ними вместе за компьютером, он находится удаленно, я нахожусь в аудитории, и мы непосредственно проводим с ними практические работы. Всего разработано более тысячи курсов профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Их подбирают с учетом специфики региона, чтобы слушатели могли найти работу по месту жительства. Представлены по нацпроекту 123 программы. Они очень новые, очень разные, очень интересные. Поэтому, заходя на единую цифровую платформу, человек может для себя самостоятельно выбрать ту или иную программу, отучиться, получить сертификат и стартануть, так скажем, в новую профессию. Прежде всего, содействие занятости направлено на поддержку самых уязвимых категорий граждан. Это безработные, женщины в декрете, люди предпенсионного возраста и не только. Ирина Бочанцева, Игорь Лещук, Панорама. Гордость Приморья. Участница международных соревнований по экстремальному бегу вернулась домой с победой. Через какие испытания пришлось пройти Анастасии в швейцарских Альпах, узнаем у наших коллег. Радостная встреча в аэропорту Владивостока. Домой вернулась именитая приморская спортсменка. И не с пустыми руками. Анастасия Рубцова привезла с собой награду за первое место. Она победила в международных соревнованиях по экстремальному бегу, которые проходили в швейцарских Альпах. Это не просто бег, это испытание на прочность. Передвигаться по хребту, когда справа и слева – только пропасть. 25 километров с набором высоты более чем на 2500 метров. Анастасия преодолела за 4 часа 10 минут. Наша спортсменка на 8 минут опередила соперницу из Чехии. Конечно, я не волновалась, но когда дали уже этот старт, обратный отсчет, когда мы побежали, все волнение ушло. Осталась только я, вот эта дорога, которую я должна преодолеть. Были и слюни в один момент, что прямо было тяжело. Периодически было страшно, но все получилось. Ничего так не мотивирует, как спина соперницы. В Приморье за Анастасию переживали родные и близкие. Все-таки соревнования экстремальные, но все верили в успех. Очень переживала за Настю. Мне даже сон приснился прямо перед гонкой. В ночь, как она бежит по крутому спуску, как вот есть видео еще. И мы на большом экране смотрим, как она прибегает первая на финиш. И потом целый день не могла работать. Все время в 4 часа по нашему времени у Насти был старт. И я все время отслеживала, следила, но очень переживала. Чрезвычайное волнение в целом за гонку, но больше, наверное, за нее саму. Хотелось, чтобы результат показала, но и себя сохранила. Ну, потому что все-таки это максимально экстремальная гонка там в горах. Вот, чтобы у нее все получилось и при этом, чтобы себя берегла обязательно. Ну и просто смотрели прямой эфир. Кто-то работает, кто-то смотрит, кто-то комментирует. Ну и так у нас практически мы вот 3-4 часа и смотрели. Встретили победительницу в аэропорту празднично, с цветами и шарами. Это достижение всего приморского сообщества любителей экстремального спорта. А для Анастасии такая поддержка стимул работает дальше. Как ощущения? Ожидали, что вас тут так встречать? Не ожидали вообще? Конечно, не ожидала. Я думала, мне еще мужа ждать придет, как обычно. Уже хотела ему писать грозные смс. Не первый год Анастасия Рубцова принимает участие во всероссийских соревнованиях. Не раз поднималась на пьедестал почета. За этими хрупкими плечами победы в чемпионате и Кубке России. Выигрыш в одном из таких забегов позволил ей получить путевку в Швейцарию. Настя потратила призовые деньги на мечту. Такие истории вдохновляют. Они доказывают, что возможно. Все. Анастасия Сокольникова, Александр Малыгин, Панорама. Пока это все новости. Напомню, что ОТВ теперь можно смотреть не только по телевизору, но и в социальных сетях. QR-код вещания в телеграм-канале на ваших экранах. Панорама следит за развитием событий. До встречи в эфире. Пропустили выпуск новостей? Подпишитесь на страницы ОТВ в социальных сетях. Смотрите, читайте, комментируйте. Общественное телевидение «Приморья» в каждом мобильном телефоне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА